Хабаровский общественный транспорт перешел на зимний режим работы. В связи с этим изменилось расписание отдельных автобусных маршрутов. В частности, муниципальный маршрут номер 83, 83П и 88 теперь отправляется в последний рейс примерно на 30-35 минут раньше, в начале 9 вечера. По информации паблика, общественный транспорт Хабаровска на протяжении осени происходит сокращение времени работы и количество машин на линии на многих автобусных маршрутах. Среди них популярны «восьмерка» и «25», а также «27» и «71». Соответственно, увеличиваются интервалы и время, проведенное пассажирами на остановках в ожидании автобуса, замечают горожане. Так что хабаровчане сообщают, что редко стали ходить трамваи номер 2 и номер 6, заставляя горожан пересаживаться на автобусы. И стоит отметить, что информация о работе городского пассажирского транспорта, начало и окончание движения, количество транспортных средств и интервалы между автобусами размещено на странице управления транспорта официального сайта администрации Хабаровска. Он на ваших экранах. Также на странице есть номера телефонов специалистов профильного управления, по которым можно обратиться с замечаниями и предложениями по организации работы городского пассажирского транспорта. Для вашего удобства они тоже будут появляться на экране. О работе городского транспорта в зимнем режиме мы расспросим Сергея Суковатова, начальника управления транспорта администрации Хабаровска. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Николаевич, насколько ощутимо изменится расписание общественного транспорта с переходом на зимний режим? Вообще, я вам так скажу, шума больше, чем все есть на самом деле. Вообще, весь транспорт, который перевозит пассажиров, касаясь железнодорожной, речной, в том числе и автомобильной, его интенсивность работы, интервалы, расписание зависит от транспортной подвижности населения. Вот то, что сегодня вы сказали, где-то есть доля правды, а где-то ее нет. В каком плане? Количество машин на маршрутах, оно не изменилось. Как у нас выходит 720, 730, у нас сегодня 701 единица транспорта на маршрутах утром в городе вышла. Вопрос идет о зимнем расписании. Вот вы затронули 83 маршрут. Как это вот происходит? То есть проводится мониторинг. Вот мы его провели, допустим, на остановке прибрежно в сторону центра. Я вот у меня перед собой акт. В 20.17 маршрута номер М515 в салоне 4 человека. На Дендраре в сторону центра 2029, 83 маршрута номер 919, 5 человек. Улица Радищева в центр, 2 человека. Это в салоне сидит? В салоне, я говорю в салоне. И далее вот улица Краснокосмическая в сторону центра в 83, в 2057, вообще она пустая. Естественно, сегодня в связи с изменением пассажиропотока, именно на 83-м, в 83-м П сократился выход последних маршрутов на 30, на 25 минут. Но кроме всего этого, это не значит, что это на всех маршрутах. К нам обратились пассажиры маршрута номер 10. Было обращение, мы исследовали. И был добавлен рейс именно вот в зиму в 20-34 с улицы Калинина. С 18-го маршрута идет с Южного, он идет в аэропорт. Тоже обратились к нам, нам необходимо вот в это время. Мы добавили рейс, еще один туда же, он ходит. Это не значит, что там уменьшается, увеличивается. То есть общее количество транспорта, оно на маршрутах не сокращается. Вот то, что сегодня интервалы бывают, но сегодня общественный транспорт, он движется в потоке со всеми машинами. Вот сегодня снег пошел, мы не знаем там, как будет вечером сегодня. У нас город специфически географически построен, подъемы, спуски. Я вам скажу, со сравнением с Владивостоком у нас еще хорошо. Вы сами смотрите федеральные каналы, показывают, что там происходит, город вообще на сопках находится. Поэтому это не от транспортников зависит, что он не может подняться. Вот и все. Ну вот если будут все-таки недовольны, потому что и нам в редакцию тоже звонят, люди спрашивают. Если будут недовольны люди, что, например, раньше заканчивают последний рейс, справляются в начале 9-го, можно ли что-то поправить, изменить, продлить? А это, я вам скажу, рабочие моменты. На остановках есть телефоны и диспетчерские. Ко мне поступает информация. Мы, как правило, тут же проводим проверки. Если там действительно есть какие-то нарушения от перевозчика, водителя наказывают, у нас такое правило. Если там какая-то задержка была, пассажиру сообщают, там задержка, ждите, автобус находится там и там и там. У нас все машины подключены к системе ГЛОНАСС, они мониторятся. Поэтому эта система отлажена, реагируем моментально. Сергей Николаевич, ну вот все-таки меня беспокоит то, что время хождения транспорта, не всех пусть маршрутов, которые там где-то даже дублируют друг друга, сокращаются, именно зимой, потому что зимой, ну, если летом можно подождать лишние 10-15-20 минут, то зимой на остановке, честно говоря, холодно. Только ли падение пассажиропотока, да, вот именно в эти часы стало решающим фактором или, может быть, какие-то другие? Так тут всего на нескольких маршрутах. У нас 63 маршрута. 63. Там на 8 сократили от 15 до 30 минут. Ну, на 2 добавили. Но если он идет пустой, везет 1-2 человека. И по большому счету, вот к вам пишут, а к нам пока вот таких обращений не поступало. Сегодня количество транспорта, вот после 22 часов, 92 машины, они как работали, так и работают. После 21, 210 машин. То есть, к завершению работы транспорта количество машин, естественно, уменьшается. Ну, скажем, вот 25-й заканчивают 23-33. Единичка в 23 часа вместе с троллейбусом. Первый маршрут трамвая заходит в депо в 23-12. Восьмерка в 23-35 заходит в гараж. Поэтому сегодня вот так как-то говорить, если вы хотите, в рейд проедем. Я вечером часто проезжаю по городу, смотрю. Действительно, вот трамвай идет, окна светятся красиво, эти последние трамваи. А там сидит, пассажиров мало, как-то скучно и горько. Хотелось бы, чтобы пассажиров больше было. Поэтому и на остановках людей-то не видно. Вот 21 час и дальше. Ну, давайте проедем, посмотрим. Вообще, общественный транспорт, мы готовы сегодня его организовать, работая в круглосуточном режиме. Вот если будет пассажир, 100% будет работать круглосуточно и будет возить пассажиров. Сергей Николаевич, ну вот пассажиры зачастую жалуются о том, что все-таки водители не обогревают салон, то есть холодно в салоне. Экономят. Нет, вот смотрите, давайте профессионально будем на этот вопрос рассматривать и отвечать. Есть стандарт по температуре воздуха. С наступлением наружных температур выше, минус 5, выше. Температура в салоне общественного транспорта должна быть не ниже 12 градусов. Что значит холодно и жарко? Кому-то это жарко, а кому-то холодно. Есть стандарт. Вот будет минус 5 и больше, все, 12 градусов должно быть. Хочет он или не хочет, а это есть. Ну сегодня, я вам скажу, вот еще года два назад как-то было, проскальзывали так, частенько жалобы на обогрев. Вот последний год, ну они на минимум сошли. Поэтому когда поступает такая к нам информация, мы тоже проводим проверку. И водителям говорим, ну кому-то жарко, кому-то холодно. Есть стандарт, давайте его выполнять. А что касается трамваев, там также такие же стандарты? А одинаково. То есть трамваи, троллейбусы? Да, все. А вот я помню, по детству еще были вот эти старые вагоны, которые до сих пор ходят, они были не отапливаемыми, не было жутко холода, а сейчас? Нет, Егор, вы понимаете, у нас сегодня действительно, сегодня есть еще те старинные автобусы РБЗ, которые год выпуска 1960 год, но подготовка к зиме, все печи, которые там от 8 до 12 печь в салоне, все их проверили, проверили, изорвали, и они сегодня работают. Поэтому, если будет какая-то зала, мы будем моментально реагировать и принимать меры. Вот дальневосточная зима, это такое серьезное испытание для техники, и вот весь ли общественный транспорт технически готов к эксплуатации этой зимой? Вообще-то, вот контроль за безопасностью дорожного движения и контроль за техническим состоянием никто не снимал с государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сегодня, видите, сколько инспекторов на дорогах, они проверяют, они смотрят сегодня. Естественно, водитель же не просто так вышел, он вышел, по большому счету, заработать деньги. Чего же он выйдет на поломанной машине, а зашел, а кто ему платить зарплату будет? Поэтому эта система отложена и отлажена. Нет, вы знаете, одно дело безопасность дорожного движения, да, другое дело техническое состояние транспорта, потому что были ситуации, когда и перебитые номера у машин, но сейчас, например, горожан многих сбудоражила новость о том, что вроде как, согласно техрегламенту, разрешили автобусам и грузовикам ездить на летней резине. Так вот, у нас спуски и подъемы, да, в центре города. Тут вообще вопрос, как может ездить на летней резине такой транспорт, который перевозит огромное количество людей. Ну, вот, кстати, насчет перебитых номеров. Я вот у вас в студии здесь был, приносил документы и показывал. Ни одного факта, подтверждающего, что номера были перебиты, не было установлено. А вот там пляж, вот, номера было написано. А ни одного факта не было. Так что давайте мы по направлению наговорить не будем, да? Хорошо. Я за то, чтобы транспорт был новый, чтобы он был на шипованной резине, чтобы он не буксовал, и чтобы у нас этих подъемов, спусков не было, были дороги. Тогда транспорт будет ходить идеально, конечно. Ну, а что касается резины? Резины тоже. Ну, то есть, можно, она есть летняя, и на ней будут ездить? Нет, есть всесезонная. Наша сегодня, допустим, муниципальная транспорт, вот мы купили сейчас 15 новых автобусов, они пришли на всесезонной резине. А остальные, они на какой резине ездят? Всесезонная. То есть, их переобувают? Да. Ну, сегодня регламент не запрещает, соответственно. Но если человек выезжает, и сегодня вот такая погода, он сойдет с линии, с маршрута сойдет, соответственно, переводчики сегодня делают все, чтобы машина по каким-то техническим неисправностям или, допустим, из-за не той резины, она сходила с маршрута. Сергей Николаевич, ну, то есть, получается, что и либо износ большой, да, у этой внесезонной резины, просто я смотрю, вот зачастую при снегопаде не могут подняться автобусы в горку. А там хоть какую-то, там даже нашипованная не поднимешь. Если у нас такой подъем, гололед, там что хочешь, так? При таком подъеме гололед, у меня шипованная была. Мы, помню, ездили на Волге, нашипованная резина. А какие меры можно тогда предпринять? Я не знаю, может быть, маршрут поменять, чтобы они не ходили по вот этим подъемам? Или что-то? Ну, ведь транспорт же ходить должен. Транспорт должен. Это вопрос безопасности. Ну, вообще, практика такая сложилась, когда вот он начинается, вот эти на подъемы подняться не могут, значит, мы разрываем кольца. Допустим, 25-й до Хочи до Почи Слава, 8-й, 23-й, все остальные до Серышева разворачиваются, ну, чтобы дальше можно было пойти. Ну, мы тут, ну, город специфически так построен. Мы же не уберем эти холмы все. Сергей Николаевич, спасибо большое, что дошли в Риме, пришли к нам в гости. Ну, зима наступит, зима покажет, как говорится. Да, спасибо вам, кто не забыли про нас. Напомню, что в гостях у нас был Сергей Скаватый, начальник управления транспорта администрации Хабаровска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!